Статистики. Вот за пять лет эта статистика изменилась уже сейчас за эти полгода. Но вы видите, я оставил английские названия окончательных решений. Здесь важен некоторый общий процент принятия, который в действительности удивительным образом составил ровно 50%. По итогам пяти лет это, я бы сказал, несколько ниже, чем обычный, по другим направлениям. Но в принципе, я в конце скажу, я думаю, что этот процент в ближайшее время будет меняться. Я буду говорить именно с точки зрения эксперта, причем я хотел бы, может быть для всех это известно, но тем не менее сказать два слова о системе, которая существует в Скопус. В Скопус два уровня экспертизы, локальный и финальный экспертиза общего advisory board. Более того, в локальной экспертизе тоже существует два уровня. Предварительный, так называемый pre-selection, который обращает внимание в основном на формальные критерии, которые, я думаю, все, кто имеет отношение к журналу, уже навязывали в зубах и вообще во всех частях ментального процесса. Но вторая часть, если, соответственно, ну вот там на первом слайде было, сколько отсеивается на pre-selection, сколько уже переходит на ревью, основная экспертиза — это содержательная экспертиза. И вот, собственно, ею мне приходилось заниматься, и некоторый опыт ее я постараюсь кратко представить. Я должен сказать сразу, что России в этом смысле очень повезло. У нее наличит вот этот самый местный совет экспертов, который занимается экспертизой. Для гуманитарных журналов это чрезвычайно важно. Прежде всего, прошу прощения, в связи с русским языком. Потому что, понятно, что для нас язык гораздо существеннее, чем для журналов естественной научной направленности. Поэтому наличие местных экспертов здесь чрезвычайно важно. Ну и второе, конечно, надо сказать, и уверяю вас, что эксперты это учитывают, это учет местной специфики. И вообще специфики журнала, которые, конечно, местные эксперты понимают гораздо лучше. Вот такие, ну, прежде всего, потому что формальные критерии, о которых на этой конференции, я думаю, много говорилось, еще будет говориться, конечно, не всегда, а я бы даже сказал, очень редко когда, адекватно отражают реальный авторитет, что касается редактора, редакционной коллегии, и даже авторитет журнала. Ну и, то есть, авторитет в отечественной среде. Ну и в том числе публикационную политику мы все прекрасно знаем, я еще, если успею, пару слов скажу, что у нас есть много превходящих обстоятельств в том, как формируется публикационная политика журнала. Но такое самое очевидное, что надо публиковать аспирантов для того, чтобы они защищали диссертацию. А когда мы публикуем аспирантов, мы иногда снижаем общий уровень журнала. Ну, по объективным причинам, да, аспирантские статьи есть, аспирантские статьи. Вот учитывать это, трудно требовать это от экспертов Скопуса, сидящих в Лизивире, а объяснить это дело местного эксперта и учесть это дело местного эксперта, но об этом я еще, пожалуй, пару слов потом расскажу. Приоритет действительно, по крайней мере, надо сказать, что по разным управлениям, по-разному. С социальными, например, науками, на мой взгляд, ситуация несколько хуже. В гуманитарных науках ситуация в смысле взаимодействия местного эксперта и вот так называемого subject chair, то есть того, кто отвечает за те же самые arts and humanities на уровне, собственно, Скопуса и Лизивира, довольно хорошей. Существует обмен мнениями, в частности, когда эксперт местный и эксперт тамошний расходится в некоторых своих представлениях, это обсуждается. И я должен сказать, что случай arts and humanities – это довольно редкий случай, я вам скажу, для всех экспертных областей. Расхождение в окончательном решении, вот на 120 примерно случаев, составило 4 случая. Окончательное решение, естественно, за subject chair. И во всех случаях решение subject chair было в пользу журнала. Так что в действительности тут плохой полицейский, то есть плохой следователь, значит, это как бы я, потому что вот хороший следователь там. Так что имейте это тоже в виду, и это хорошо. Ну, критерии оценки, вот, я не буду про них подробно говорить, просто я выделил жирным шрифтом те критерии, которые действительно имеют приоритетное значение в каждой из областей. Это, собственно говоря, ну, в общем, я могу открыть некоторый секрет. Вот примерно то, что вы видите сейчас на экране, это то, что видит перед собой эксперт Скопус, как в системе, когда начинает отвечать на вопросы. Вот эти критерии и подразделы, это то, что там есть. И, соответственно, я выделил то, что, на мой взгляд, является более существенным и значимым при оценке, по крайней мере, тогда, когда оцениваю я. Естественно, я говорю о своем опыте моих ближайших коллег. Что касается, вот теперь по разделам, и я перехожу, собственно, к некоторой теме, такой, которая была вынесена как прикладная, как справедливо сказал Денис Валерьевич, критерии ошибки, да, и прежде всего основные проблемы, которые возникают. Они здесь, красным выделены проблемы, а черным выделено то, что, с моей точки зрения, полезно для того, чтобы эти проблемы преодолевать. Действительно, как и говорилось в прежнем докладе, очень часто, ну вот мы не знаем, что такое миссия журнала, да, все вместе, гуманитарного, но, тем не менее, миссия у журнала должна быть, и она формулируется. Очень часто она формулируется таким образом, что понять крайне трудно, или она чрезвычайно огромна, расплывчика, да. Но когда журнал пишет в качестве миссии распространения гуманитарного знания, это, конечно, прекрасно, но непонятно, чем он в данном случае отличается от всех остальных журналах, которые тоже распространяют гуманитарное знание. Так что, и еще, конечно, большая проблема того, что называется, и, с одной стороны, междисциплинарностью, когда в одном журнале собираются очень разные направления, и проблема, которую я обозначил как проблема вестников различных университетов, это касается не только университетов, но когда, действительно, как справедливо говорилось, во-первых, миссия журнала в том, чтобы публиковать своих, с одной стороны, а с другой стороны, публиковать все, что есть, грубо говоря, в вестниках, мы знаем, чаще всего организованы они таким образом, что понять некую структуру даже отдельного номера чрезвычайно трудно. Поэтому очень важно, действительно, и это не формальная вещь, и, поверьте, что мы смотрим, прежде всего, на содержание, подчеркиваем специфику журнала и именно то конкретное поле, на которую он, ту нишу, которую он занимает внутри гуманитарных журналов в целом. При этом узости журнала, кстати, это довольно часто, в миссии все время пишут, что мы очень широки. В действительности узость довольно, или то, что называется нишевым журналом на птичьем языке с фокуса, это вообще хорошо. И в действительности, если журнал сконцентрирован на конкретной проблеме, актуальной проблеме, это очень хорошо, это надо всячески подчеркивать, а не скрывать. Ну и сегодня, как я понимаю, будет дальше доклад. Я в обоих разделах здесь, вы видите, это подчеркиваю. Мне кажется, одним из главных способов преодоления вот этой некой всеобщности гуманитарных журналов, от которой они страдают, очень важным элементом, который надо развивать, если в журнале этого нет, это тематические номера. Это касается и мультидисциплинарных журналов, когда один номер, грубо говоря, одно направление, это гораздо лучше, чем три направления в одном номере. И внутри самого журнала, огромной области, там, не знаю, история, археология и так далее, тем не менее, как только появляются тематические номера, это очень выигрышно с точки зрения и экспертов, и здешних, и тамошних. Ну и, конечно, качество содержания. Здесь, ну вот, я не буду перечислять проблемы, они, я надеюсь, видны, да. Я бы сказал, что вот что я часто очень вижу и что в действительности многие считают панацеей, а в действительности такой панацеей не является. Именно стремление выстроить внутри журнала статьи по некоторой формальной структуре, когда написано, там, введение, основная часть, состояние вопроса, выводы. Это не спасает. Понимаете, более того, в действительности, это, я бы сказал, ну, по крайней мере, меня, как эксперта, довольно часто настораживает, потому что это означает, что, ну, как бы формальной структурой заменяют структуру содержателя. Если это политика журнала, пожалуйста, но в действительности это не отменяет того, что сама статья должна быть структурирована, четко выстроена, тем более, что часто эти формальные критерии списаны с англоязычной системы, которая, в принципе, отлична, то есть в гуманитарных областях, а то есть система, которая поддерживается мы. И исследование ей несколько усложняет проблему. Конечно, эксперт очень много смотрит на библиографию, на ссылки, на учет современного состояния вопроса. Это важно. И, конечно, огромным выигрышем журнала это всегда повлияет публикации некоторых уникальных материалов, я имею в виду, архивные, археологические раскопки, результаты любых полевых исследований, скажем, труднодоступные или вовсе недоступные для международной аудитории, это очень важная вещь, и это всячески надо развивать. Авторитет и, ну, я просто скажу о доступности журнала. Сначала это очень простая вещь. Понятно, что сейчас очень многие журналы работают по протоколу Open Access, но когда журнал предоставляет свои данные в скокус, предоставляете чем больше, тем лучше. Потому что, когда предоставляется несколько номеров при общем закрытом доступе, ну, во-первых, эксперт все равно получит этот доступ, если он захочет, а он захочет чаще всего, когда ему предоставляют только три журнала. Ну, к примеру, три номера. Он захочет. И в действительности, уверяю вас, что при общем чрезвычайно доброзелательном отношении большой материал дает больше возможностей для вариантов. Если попался номер не очень удачный, то можно посмотреть все другие и решить, что, ну, вот так получилось, скажем. И второе, это, конечно, авторитет журнала. Я поясню здесь один пункт, который может вызвать некоторые вопросы. Причем повторяю, что местные эксперты смотрят именно и знают авторитет журнала, не ориентируясь на индекс цитированности в международных базах, даже на инцитированность редактора. Ну, хорошо, когда она хорошая. Чаще всего у гуманитарных журналов, прямо скажу, это в стопусе, потому что тем более веб-сайлес, эти индексы невысокие, но это чаще всего ничего не значит. Так что, в действительности, здесь эксперт... Это чем дальше, тем больше значит, но, тем не менее, эксперт здесь очень важен, именно локальный эксперт, который просто знает этих самых ученых, состав редколлегии и, собственно, сам журнал. Когда я говорю, что проблема бывает иногда слабой, иногда слишком сильной состав редколлегии, я объясню... Ну, со слабым все понятно, да, это как бы объяснять не надо. А вот сильный состав редколлегии, уверяю вас, довольно часто тоже бывает, ну, так скажем, проблем. Проблемы, он бывает потому, что когда сравниваешь то, что в журнале есть, составом редколлегии, системой отбора, которая видна, и не только по цифрам принято, отвергнута по датам, а просто по качеству статей, и когда ты видишь, что при этом очень сильный состав редколлегии, или редакционного совета, это в действительности означает, что редакционный совет и редакционная коллегия не работают. Или более того, являются некоторые, ну, я надеюсь, что мы разговариваем доверительной, являются некоторой ширмой для того, что в действительности осуществляется внутри журнала довольно узким кругом, обычно, так сказать, экзекутист. И это становится минусом из плюсов, понимаете? И поэтому я призываю все журналы не просто брать в редколлегию хороших людей и достойных ученых, безусловно, да, но самое главное, чтобы они еще работали и имели некоторую свою область, в частности, привлечение авторов, в частности, привлечение рецензентов. Это очень большой степени, я могу это сказать и по опыту эксперта, и по опыту работы в большом количестве редколлегий, что рабочая редколлегия – это, ну, я думаю, 70% успеха журналов. Конечно, еще скажу одну вещь – это о языке. Я думаю, что я, кажется, уже вышел, Денис Валерьевич, нет, все нормально. Скажу о языке. Конечно, очень важно качество резюме и качество англоязычных материалов, которые размещаются как в журнале, так и на сайте. Я понимаю, что это связано с большим, часто с финансовыми проблемами и прочим, но все-таки по возможности я очень рекомендую всем журналам в англоязычных материалах пользоваться, привлекать их в качестве редактора Native Speaker. Это чрезвычайно дает многое и с точки зрения содержания, кстати, и с точки зрения языка, потому что довольно часто и по русскому-то резюме, говоря о качестве резюме, не очень понятно, про что статья, а по английскому вообще непонятно ничего, что носитель языка, что не носитель. Поэтому в действительности многие журналы это уже делают, они привлекают аспирантов, привлекают в том числе коллег, которые билингвальные, ну и так далее. В общем, это существенный момент, обращайте на это внимание. И второе, сейчас намечается тенденция, когда во многих журналах довольно много статей наших русскоязычных исследователей публикуется по-английски. Это как бы считается тоже, вот как я уже говорил, есть некоторые такие мнимые плюсы. Это как бы хорошо, когда у вас много статей по-английски. Но вот это правда, хорошо, если человек, и хорошо, когда вы привлекаете авторов иностранных, которые и по-английски, и по-русски. Кстати, обратите внимание, что публикация иностранных авторов по-русски в переводе, это в действительности тоже абсолютно достойная вещь. И более того, это понятно с точки зрения миссии журнала. Наши журналы прежде всего работают на русскоязычной аудитории, это понятно. И не надо этого стесняться. Но, в общем, главный мой тезис, вот он в конце, что хорошая русская статья лучше плохой английской всегда. И поэтому, если вы публикуете среднюю, так скажем, статью за то, что она написана по-английски, это не самая хорошая политика. Довольно многие журналы так делают. Они берут в том числе и статьи иностранных ученых среднего и низкого уровня за то, что они написаны прежде всего по-английски, и это иностранные ученые. Да, diversity это очень хорошо, но главное, на что смотрят эксперты, это на качество. И эксперту, в общем, все равно человек этот из Британии или из, не знаю, Петрозаводска. Это все равно должна быть хорошая статья, вне зависимости от того, на каком... Тем более, что чаще всего эти статьи не из Британии, так скажем, а из нескольких других областей мира, далеко не всегда являющихся лидерами в данной конкретной области гуманитарной науки. Так что вот здесь тоже это такой мнимый плюс, довольно часто оборачивается минус. Ну и в последнее, в конце, я позволю себе тоже намечить основные, как мне представляются, тенденции того, что сейчас происходит с допуском наших журналов в международные базы данных. Я говорю, прежде всего, у нас КОПС, но я примерно себе представляю ситуацию, как и с Велл Сайенс. Так вот, мне кажется, что процент приема будет расти. Журналы в действительности уже очень научились хорошо следовать формальным критериям. Поэтому во многом, хотя я понимаю, что огромный груз лежит на тех, на Ольге Владимировне Кирилловой и ее коллегах, которые будут осуществлять преселекшн, это тяжелейшая вещь. Я чрезвычайно благодарен, что это есть, что многое не доходит до местных экспертов. Но, тем не менее, сейчас, к чему я это говорил, содержательные критерии все больше и больше выходят на первый план. Формальные критерии действительно все уже так или иначе научились выполнять. Существенное улучшение при повторной подаче. Вообще не надо бояться повторной подачи, не надо бояться отказа. Более того, если отказ дается журналу с коротким эмбарго, так называемым, то есть когда дается 6 месяцев, например, это вообще почти намек на то, что в следующий раз вас возьмут. Имейте в виду, что когда вам говорят 6 месяцев, считайте, что вы уже просто приоткрыли дверь. Если не сделаете что-нибудь совсем плохого, с одной стороны, а с другой стороны, если все-таки внимательно прочтете то, что написал эксперт в своем, соответственно, письме, письмо, которое получает замечаниями журнала, это комбинация местного эксперта и заграничного эксперта, их замечаний. И чем подробнее и внятнее будет сопроводительное письмо при повторной подаче, тем эти шансы будут увеличиваться. Причем надо, когда, например, тоже, я просто призываю к тому, что мы все понимаем, я опускаю все свое мнение внутреннее человеческое о наукометрии, обо всем, о чем всегда говорится, но при всей, так сказать, некой формализации процесса, который здесь происходит, имейте в виду, что там сидят нормальные люди. И в действительности, например, если вы получаете замечание, с которым вы не согласны, и которое вы выполнять по каким-то причинам считаете неправильным для миссии журнала, такое бывает, кстати. И в ответ на письме написано, а вот это мы не сделали, потому что мы считаем, что для нашего журнала это по каким-то причинам нерелевантно или повредит нашей аудитории. Эксперт прочтет и в действительности отреагирует нормально, уверяю вас. Ну или предложит какой-то еще вариант. Но в действительности относитесь к этому как к действительно некоторому содержательному серьезному процессу. И я думаю, что вот очень важная вещь, которая будет происходить в ближайшие буквально год-два, поскольку все время растет, именно в силу, так сказать, победы над формальными критериями борьбы за содержательные, все время растет некоторое количество пограничных случаев, когда и эксперт здешний, и эксперт тамошний сомневаются. Такое тоже бывает, и более того, у нас в системе есть возможность показать, что мы не до конца уверены в рекомендуемом решении. Дальше происходит чаще всего обсуждение. В связи с этим ростом пограничных случаев будет расти число того, что было на первом слайде в довольно малом количестве, это так называемое conditional acceptance. Когда журнал берется с определенным, ну, в нашей системе это что-то вроде испытательного срока. Вот берется с испытательным сроком, начинает индексироваться, но при этом за ним следят. Грубо говоря, ему ставят конкретный таймлайн задачи, которые надо выполнить. И, соответственно, я думаю, что такое количество будет расти такого рода решений. И к ним, тем более, надо относиться с большим вниманием. Вот этот период будет чрезвычайно важен для журнала. Я бы сказал, что сейчас уже в общем разработаны, но и будут даваться довольно четкие критерии и временные лаги, в которых нужно будет сделать то-то или другое. Но, в принципе, и здешние эксперты, и, кстати, эксперты Ельзелина, они склоняются к тому, что лучше взять и посмотреть, чем отвергнуть, а потом еще раз смотреть. Так что, в общем и целом, те, кто еще не попал, готовьтесь к тому, что такого рода решения вполне возможны, и это хорошо. Но, знаете, я, пожалуй, закончу. Отлично, спасибо, Николай Павлович. Ну, если можно, мы просто комментируемся по требованиям скопуса к авторским коллективам. Потому что мы точно знаем, что эксперты не любят, если видишь, что в выпуске сплошняком сотрудники какой-нибудь одной организации, либо института, либо ГУЗа, где там процентов на 80. А вот по иностранному автору, вы хотите сказать, что вообще даже на это не смотрят? Нет, смотрят, конечно. Смотрят и на первое, и на второе. И действительно, здесь справедливо говорилось, что довольно много существует журналов, которые существуют как рупор, иногда очень достойные, чаще всего очень достойные организации. Но в действительности, понимаете, все-таки журнал – это не… Вот журнал – это не вестник. Позволите мне сказать некую крамольную фразу. Журнал – это журнал. И поэтому привлекать исследователей с максимально широким охватом географическим нашей страны, и, по крайней мере, что касается основных научных центров, конечно, нужно. Что касается иностранных авторов – да, нет. Я совершенно за то, и скопусно это смотрят, на наличие авторов из других стран. Да, это, безусловно, так. И к этому тоже надо стремиться. И вот, в частности, я когда говорил, я могу… А, собственно, уже не эксперт, а членами коллегии. Знаете, довольно многим, очень значимо, уверяю вас, иностранным ученым, приятно увидеть, как это ни странно, свою статью, опубликованную на русском языке. И для них это некоторые… Ну, во-первых, им просто интересно, да, вот они смотрят, переведена статья, и они смотрят, вот я теперь существую на кириллице, даже если много кириллицу не читают, например. Вот. Уверяю вас, это правда. Соответственно, это отдает возможность, в том числе, им публиковать материалы, которые в каком-то виде были опубликованы по-английски, но, тем не менее, они там что-то… Поэтому перевод статей – это считается, прошу прощения, как иностранный автор. Поэтому такой способ, скажем, некоторым журналам просто очень помог. А второе, кстати, что им важна русская аудитория. Им важно, чтобы это прочитала русская аудитория. И это на русском языке, они полагают, что это справедливо до сих пор, полагают, что это более доступно. Да вот способ. Я же говорил о том, что если у вас, ну, есть журнал, да, в котором написано, что у него там есть авторы, не знаю, из Индии, Турции, Кипра, Алжира, еще чего-нибудь, такие журналы есть. И они все там, соответственно, английский или французском языке. Я ничего не хочу сказать плохого про… там есть замечательные исследователи во всех странах, безусловно, но довольно часто эти статьи, которые как бы сделаны для того, чтобы было больше иностранных статей, качество журнала ранее, а эксперты все равно читают статью. Более того, честно вам скажу, когда я вижу, что журнал публикует статью, не знаю, ну, допустим, не знаю, по классической филологии, я классик по образованию, по классической филологии, ну, не знаю, из, ну, не буду называть конкретную страну, но из какой-нибудь африканской страны, мне, во-первых, страшно интересно, что там пишут, про классическую филологию, а во-вторых, я все-таки эту статью прочту. И довольно часто оказывается, что лучше бы этой статьи в журнале не было, с моей точки зрения, потому что она как раз роняет уровень журнала, при том, что как бы повышает то, что называется «geographic diversity». Лучше, мой тезис заключается в том, что содержание важнее, чем «diversity». Это не значит, что на него не надо обращать внимания. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте, пожалуйста, как с фокусом относится к тому, что широкая объектная часть у журнала и узкая предметная? То есть, вот, скажем, у нас журнал, он посвящен проблемам филологии, но публикуется там и филологии, и истории археологии, и так далее, с покупатой. Вы знаете, это то, о чем я говорил в самом начале. Очень важно, почему я знаю, что многие журналы раньше и до сих пор. Вот, когда они пишут разделы, ну, про Этипу я говорить не буду, откуда всех идут, обычно все одно и то же, но это понятно. Но миссия, например, вот раздел «Цели, задачи, миссия журнала» тоже иногда относится чрезвычайно формально. Если вы в миссии своего журнала четко напишите, что вы занимаетесь проблемами определенного региона этноса, рассматриваясь с разных сторон журнал, поэтому междисциплинарные и прочее, и прочее, что вы там фокусируетесь на определенных проблемах по определенным моментам. Это прекрасно. Это как раз будет в плюс. Я говорю, что как и все, как и дайверсити, так и междисциплинарность может быть плюсом, а может быть минусом. Если она хорошо обоснована и внятно написана в целях и задачах, это только хорошо.